Неделя спорта Мы предполагали, кто поднял заветный кубок над головой, расскажет прямо сейчас Адель Салихов. Пауэр Тим приносит успех и Олег Батьков открывает счет. 1-0. Почувствовав преимущество, коллектив третьего курса спустя всего две минуты после первого забитого мяча вновь поражает ворота соперника. 2-0. Сборная иностранцев, пропустив два мяча, спешит отыграть отставание в счете, но пока безуспешно. Лишь за минуту до конца первой половины матча игрокам сборной иностранцев удается создать опасный момент, и один из игроков сборной выходит на рандеву с голкипером. Но вратарь надежен, счет не меняется. 2-0. В перерыве сборная иностранцев учитывает ошибки первой половины встречи и через несколько минут после начала второго тайма, благодаря индивидуальному мастерству Сина у Розова, сокращает отставание в счете. Почувствовав уверенность, иностранцы всеми силами отправляются к чужим воротам забивать второй мяч, со что их и наказывает сборная третьего курса. 3-1. Через минуту Олег Батьков оформляет покер и делает счет разгромным. Под занавес матча иностранцы усилиями Дамира Мухамедшина сокращают отставание до двух мячей и всей командой, включая голкипера, отправляются штурмовать ворота соперника. Увлекшись атакующими действиями, иностранцы пропускают пятый мяч. Итоговый счет 5-2 в пользу Power Team. В финальном матче встретились мини-футбольный клуб Института экономики и сборная выпускников. С первых минут матча шла обоюдоострая игра, где каждая из команд могла поразить ворота соперника. В одной из этих атак мини-футбольный клуб разыгрывает отличную комбинацию и счет на табло становится 1-0. Однако характер игры не меняется и команды также играют почти без центра поля. В середине тайма после пушечного удара одного из игроков мини-футбольного клуба на подборе первым оказывается Данил Тукташев и увеличивает разрыв 2-0. Именно с таким счетом команды уходят на перерыв. Второй тайм начинается с активного прессинга сборной выпускников, которые изо всех сил стараются отыграть преимущество. Однако мини-футбольный клуб сушит игру и сосредотачивается на оборонительных действиях. Игра становится жесткой, тягучей и не изобилует опасными моментами. Впускники в основном пытаются огорчить соперника дальними ударами, но голкипер и капитан мини-футбольного клуба Фарид Садриев, совершив пару эффектных сейвов, оставляют ворота своей команды в неприкосновенности. За несколько минут до финального свистка к атакам своей команды присоединяется и вратарь сборной выпускников, после чего Ильдар Халиунин забывает третий мяч ворота соперника. Как итог, 3-0 в пользу мини-футбольного клуба, который становится обладателем Кубка Эконома. С самого начала турнира мы считались очень сплоченной командой, потому что мы были собраны из разных институтов, как друзья института экономики, и поэтому наша сплоченность помогла добиться результата. Матч был очень напряженным и очень тяжелым. Это очень горячо было, очень жарко и горячо. Не хочу никого выделять в составе своей команды, потому что у нас действительно все лучшие, сегодня все победили, победила вся команда. Лучшим игроком финала становится голкипер чемпионской команды Фарид Садреев, а звание МВП турнира удостаивается Данил Тукташев, оформивший дубль в финальном матче. Адель Салихов, Виктория Степина, Неделя спорта. Теперь мы переходим на Татнефть-арену, где 31 мая состоялась 1-8 финала боев по правилам ТНА. Виктория Степина прямо сейчас расскажет о всех ключевых событиях данного мероприятия. 31 мая на ринг Татнефть-арену вышли 12 бойцов из 8 стран мира. Целью всех одна – пройти в 1-4 финала чемпионата мира бои по правилам ТНА на кубок Татнефть сезона 2018 года. Для болельщиков конферанцем чемпионата мира был известный российский актер Владимир Сучев. Больше известен всем, как псих из сериала «Физрук». Слушай, ну потрясающие бои. Учитывая, что чемпионат этого сезона только начался, 2-1-8 финала. Первая 1-8 финала закончилась, и 6 боев было 5 нокаутов. И ни один бой не закончился полного пола. Все бои были закончены досрочно. Даже пятый бой, где был дополнительный 4-й раунд, он срок закончился досрочно, потому что был нокдаун. Это уже о чем-то говорит, понимаешь? Бойцы вкладываются, это такие зрелищные и яркие поединки, что я получаю колоссальное удовольствие как зритель. Потому что я еще являюсь самым большим поклонником и бокса, и смешанных единоборств. И поэтому я здесь просто, если брать меня как зритель, кайфую. Бои в 1-8 финала начинают бойцы в весе до 70 килограмм. Первым на ринг выходит Тадео Шуружечки, спортсмен из Чехии. Его противник – боец, представляющий Россию, который только начинает свою профессиональную карьеру Александр Скворцов. Спортсмены провели три ровных раунда, но из-за отсутствия нокаута и нокдауна судьями назначается четвертый, решающий раунд. Понимая, что только по этому раунду будут судить, кто победил, Тадео Ш пошел активно в атаку и как следствие побеждает в этом бою и выходит в четверть финала. Следующими на ринг выходят бойцы весовой категории до 80 килограмм. Матей Козубовский, Чехия и Малдин Хамзай, Албания. Матей методично накидывал прямые удары в голову Хамзая. И снова за три раунда ни нокаута, ни нокдауна. И это значит, что предстоит дополнительный четвертый раунд, где агрессивными атаками Матей Козубовский выигрывает победу. Третий бой – тяжелый дивизион. Фабио Костелло Кваси из Нидерландов против россиянина Максима Сазонцева. Первый раунд прошел ровно, но во втором отрезке времени Фабио Костелло, завершив атакующую серию левым джебом, отправляет Сазонцева в нокдаун. Подтверждая свое превосходство в третьем раунде, Костелло еще дважды отправляет в нокдаун россиянина. По итогам трех раундов судьи зафиксировали технический нокаут и победу бойца из Нидерландов Фабио Костелло Кваси. А на ринге снова спортсмены в легком весе. Встречались боец из Узбекистана Муслимбек Амонов против файтера из Дании Айсука Юсуфа. Благодаря своему богатому опыт Юсуф уже в конце первого раунда посадил Муслимбека на колено. Рефери открывает счет. Первый нокдаун узбекского бойца. Следующие два раунда ничего не изменили в рисунке поединка. Айсук Юсуф выиграл этот бой. И вот самый ожидаемый бой. Ведь на ринге встречается прошлогодний чемпион боев по правилам ТНА Шерма Мазелунов и боксер-панчеры из Швейцарии Даниэль Стефановский. Если у кого-то и были вопросы, кто победит в этом поединке, то два нокдауну уже в первом отрезке времени в исполнении Шерма Мазелунова сразу развеяли их. Шер просто не дал ни единого шанс Тефановскому преломить ход боя, чем обеспечил себе место в следующем этапе чемпионата. Завершающий бой. Схватка бойца с Румынией Кристиана Рести и Игоря Дормешкина, представляющего Россию. Тяжелый поединок. Дополнительный четвертый раунд, по окончании которого победителем стал Игорь Дормешкин. В следующий раз спортсмены встретятся 27 июня в стенах ТАТ «Нефть-Арена» и тогда уже будут бороться за место в полуфинале. Виктория Степина, Юлия Целиковская. Неделя спорта. Очередной сезон студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан подошел к своему логическому завершению. Последний матч сборная Казанского федерального университета играла против Казанского авиационного института. Арсений Каримов расскажет о ходе матча. Матч заключительного тура студенческой хоккейной лиги между командами Казанского федерального университета и Казанского авиационного института получился на редкость захватывающим. Кроме того, этот матч был прощальным для капитана сборной КФУ Ильи Харитонова. Сборная КАИ тяжело вошла в игру и, как следствие, федералы усилиями Арсения Орлова открыли счет в матче уже на 34 секунде. Это послужило поводом проснуться для ребят из Казанского авиационного института. Отличились сначала Ленар Сулейманов, а затем Артем Марушкин, Николай Пашин и Азат Ахмеров, установив окончательный счет первого периода. 1-4. После перерыва команда Казанского федерального начала приходить в себя и за первые две минуты второго периода отыграли две шайбы. Своё имя в протокол матча занесли Фархад Незамудинов и Андрей Кутепов. 3-4. КАИсты сумели сбить темп сборной КФУ и на 21-й минуте Артем Марушкин оформил дубль и счет стал 3-5. Затем сборная Казанского авиационного института пыталась немного успокоить игру, но федералы смогли два раза в течение одной минуты подловить оппонента на ошибки и к 27-й минуте был установлен окончательный счет второго периода. 5-5. Шайбы на счету Матвея Кутузова и Арсения Орлова. К третьему периоду игроки уже подустали и несколько сбавили темп игры. Команды создавали много моментов у ворот друг друга, но где-то не везло, а где-то спасал вратарь. Как итог, зрители не увидели заброшенных шайб в третьем периоде. Основное время матча закончилось ничью. 5-5. Любой хоккеист знает, что серия послематчевых булитов – это лотерея. В этот раз удачливее оказалась команда Казанского федерального университета. Ну, конечно, побеждать всегда приятно. Тем более, это последняя игра сезона, также это последняя моя игра в составе Казанского федерального. Я 9 лет уже проиграл за этот институт. Как начали мы победной ноте, так и закончили мы победной ноте. Очень приятно. Сборная КФУ по итогам сезона получает серебряные медали студенческой хоккейной лиги, а сборная КАИ – бронзовые. Честно, недовольны. Хотели второе место. Весь сезон настраивались, работали. Ну, и проиграли по булитам. Считаю, булит – это лотерея. Обидно, конечно. Будем стараться, готовиться к следующему сезону. Арсений Каримов. Неделя спорта. Ну и под конец предлагаем вам пару минут умиления. 2 июня состоялось открытие детского велосезона. Анна Максимова наблюдала за столь милым мероприятием и готова рассказать вам все, что там было. Холодный ветер и отсутствие солнца не стали помехой для открытия детского велосезона, которое проходило 2 июня на парковке торгово-развлекательного центра «Мега». Для детей была организована трасса с испытаниями, где было необходимо проявить всю свою активность и ловкость. А наличие навыка фигурного вождения велосипеда являлось главным атрибутом для победы в соревновании. Для участников были искусственно созданы такие препятствия, как змейка, восьмерка, стоп-линия, прохождение ограничительных фигур, стоек. За правильностью выполнения заданий следила судейская коллегия. В начале каждой возрастной группы проводилась коллективная тренировка по трассе. Далее – сольные выступления. Все упражнения были направлены на получение навыков, которые помогут детям, будучи на дорогах во время езды на велосипеде. Помимо соревнований, родителям и детям предлагалось посмотреть на развлекательное шоу, подготовленное ведущим и аниматорами, которые проводили конкурсы и заряжали детей и родителей на протяжении всего мероприятия своим позитивом. Также на мероприятии присутствовали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые в игровой форме проверяли детей на знания правил дорожного движения, устраивали викторины и награждали за навыки в этой сфере. К тому же все желающие имели возможность сфотографироваться на память со служебными автомобилями и мотоциклами. По завершению соревнований чемпионов награждали медалями, грамотами и прекрасными подарками. Так, например, победителем возрастной категории 12 лет стала Забалуева Полина, выступление которой отличилось особой четкостью и профессионализмом. Мне очень нравится это мероприятие, очень яркое, очень насыщенное, очень крутые организаторы, судьи, мне очень нравится. Открытие детского велосезона проходит в Казани ежегодно в начале июня и в первую очередь прививает детям любовь к спорту и активному отдыху. Ну и на этом все, вот такая у нас вода с неделя спорта, а что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Плинсков, вы смотрели программу «Неделя спорта», еще увидимся, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова